Приветствую вас на нашей встрече. Тема нашего сегодняшнего вебинара это эффективная реализация в ВОЗ начального общего образования средствами УМК по математике сферы авторов Миракова, Пчелинцев, Никифорова, Тюгаева, Разумовский. Мы с вами второй раз встречаемся по УМК сферы. На первые, кто может быть смотрел уже в прошлогодний наш вебинар, мы знакомились вообще с учебником, как он построен, каковы его особенности. Сегодня затрону немного эту тему в конце нашего вебинара, для тех, кто насмотрел в прошлом году. Начнем мы с вами с того, что УМК сферы это новые учебные пособия, которые отвечают всем современным требованиям, тенденциям в обучении. Основаны на лучших традициях нашей современной математической школы. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-моразвития, воспитания личности гражданина. И результаты освоения основной образовательной программы, как вы знаете, они ранжированы по трем группам. Личностные, предметные и метапредметные. Вот сегодня с вами мы поговорим о том, как же личностные результаты и метапредметные результаты будут реализованы у учеников с помощью нашего учебного комплекта. Один из личностных результатов, как вы видите, это формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, за российский народ и историю России. И использование сведений, фактов из истории России, которые свидетельствуют о подвигах, успехах, достижениях науки и техники нашего народа, формируют как раз у детей и чувство гордости за нашу страну. С целью расширения общего кругозора, повышения интереса к предмету, в учебнике широко используется исторический материал, такие сведения, как история возникновения различных величин, длины, массы, старинные приемы вычислений даются. Вот, например, вы видите в теме, которой по счету мы говорим о первом нашем русском космонавте Юрии Гагарине. В учебнике для второго класса, например, предлагаются упражнения, при выполнении которых учащиеся имеют возможность прочувствовать свою сопричастность к истории Родины. Выполняют познавательные задания, текстовые задачи, упражнения, сравнения величин, построения диаграмм со старинными русскими названиями величин. Но вот упражнение данное, которое я вам демонстрирую, как раз это тема у нас лабиринты, фестиваль идей, рубрика, где мы смотрим, какие соединяют берега Невы мосты и как их требуется обойти. Так, чтобы только не более одного раза мы их могли пройти. У нас есть проект также во втором классе, что мы знаем о часах. Посмотрите, здесь мы говорим о самых главных часах, о часах в Москве на Спасской башне. также задания у нас такого характера, как биографические какие-то названия, виды животных, которые на территории России у нас обитают. Тоже масса таких заданий у нас включена. учащиеся включают в проектную деятельность познакомление с интересными историческими фактами и как зарождалась математика узнают. Вознакомиться с выдающимся русским математиком Леонардом Мейлером, который работал в Петербургской Академии наук. Мы его считаем своим по происхождению. Долгое время у нас работал в России в Петербургской Академии наук. Мы его считаем своим математиком. Использование сюжетов различных сказок. Посмотрите, «Волкок, семеро козлят», «По щучьему велению», «Репка», «Теремок». Эти сказки сопровождаются красочными иллюстрациями, помогая детям лучше осознать разнообразие культур, народную мудрость, познакомиться с бытом и обычаями народов Российской Федерации. И вот эти яркие картинки, они привлекают внимание учащихся и помогают ему лучше понять сюжет рисунка, вычленить математическую информацию. Так что в этих рисунках у нас еще не одна задача заложена, не только учебная. в силу возрастных и психологических особенностей младшие школьники лучше усваивают материал игрового и занимательного характера. И в учебнике у нас посмотрите упражнения различные занимательные и математические игры. Например, игра третьей лишней, верно-неверно. Это позволяет создать на уроке атмосферу творчества и игры. задания на моделирование и составление геометрических фигур, круговые примеры, маршруты, лабиринты. Участнице предлагается по картинке или сюжету задачи показать свое отношение к учебному предмету, проявить какие-то творческие способности, воображение, обнаружить новые ассоциации. И использование красочных иллюстраций способствует, конечно же, повышению мотивации. Четвертый результат от формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств. Эстетическому восприятию способствуют, конечно, эти яркие красочные иллюстрации, которые в учебнике у нас есть. Специальные задания, составление картины, как мы уже видели в первом классе, задания на моделирование и систематизацию. Еще одна сторона эстетики, это, конечно же, в красоте решения задач, в оригинальности способа рассуждения, в четкости решения. Эстетическая компонента реализуется через серию упражнений на восстановление, переконструирование фигур, на работу с развертками многогранников, изготовление каркасных моделей, рисование диаграмм. Посмотрите, какой замечательный у нас фестиваль идей, это узоры из окружностей. Проект многогранники, красивые звездчики вы обратили внимание, наверное. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. Вот такие задачи, задания направлены на воспитание человека, способного заботиться о других людях, проявлять сочувствие, оказывать помощь нуждающимся. Например, у нас урок «Как сравнивать предметы по величине в первом классе», где дается серия картинок, что не так нарисовал художник. И дети обсуждают эти вопросы, связанные не только с несоответствиями реального нашего мира, с изображениями, но и с этикой поведения, доброжелательного и внимательного отношения к пожилым людям. Видите на картинке, когда пожилой человек стоит в автобусе, а мальчик сел и уступает ему места. Воспитательное значение также имеет сюжет и задач. Дети оказывают посильную помощь по хозяйству, как вы посмотрите в номере 3, участвуют в работе по благоустройству территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных, птиц, изготавливают кормушки, дарят подарки своим мамам и друзьям, внимание оказывают. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Вот этим значком, такой шарик со звездочками, здесь отмечены задания на работу в парах, на групповую работу. Дети выполняют эти задания учатся общаться, сотрудничать со сверстниками. Для работы в парах это рекомендуется в основном задание открытого типа, которое предполагает разные варианты решения и логически неоднозначные, когда есть о чем поспорить, отставлять свою точку зрения. Это задачи на нахождение закономерностей, на определение истинности высказываний, работая над этими заданиями в паре, учащийся имеет возможность не только заметить больше интересных свойств у рассматриваемых объектов, но и обсудить возможные варианты решения, оценить уровень убедительности приведенных аргументов и учиться отстаивать свою точку зрения. при выполнении практических работ на моделировании геометрических фигур дети учатся общаться со сверстниками в группе, распределять поручения и обсуждать результаты работы. Мы с вами поговорили о личностных некоторых результатах, конечно, мы не все здесь взяли примеры, некоторые. Перейдем к метапредметным результатам. Для формирования умения ставить цель видеть перспективу работы новый материал сопровождается пояснительным текстом, иллюстрациями, которые помещены в такие рамки в начале урока. И, например, при изучении первого десятка чисел у нас есть сюжет «Зрители и 10 стульев». Этот сюжет каждый раз получает развитие, то есть прибавляется число зрителей на стуле и тем самым доводится до сознания детей, что есть два способа образования натурального числа путем прибавления единицы к предыдущему и вычитания единицы из последующего. При необходимости тексты содержат алгоритмы рассуждений и образцы выполнения действий, как, например, наши исследования «Разверните лист, возьмите лист бумаги», что способствует развитию у детей целеполагания формирования исследовательских их умений. Учебники предлагают достаточное количество заданий на выполнение действий по инструкции и алгоритму. Например, вот у нас задание на алгоритм нужно составить маршрут, всевозможные маршруты. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Изучение данного курса дает возможность сформировать у учащихся характерные для математики приемы мыслительной деятельности. Это и сравнение, и обобщение, и конкретизация, и перебор, и рассмотрение частных случаев, метод проб и ошибок, рассуждение по аналогии. Владение этими приемами необходимо для самостоятельного управления процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях. В этой связи курс предусматривает введение новых оригинальных заданий на обучение приема моделирования и схематизации, используя различные способы кодирования информации, например, с помощью стрелок, как показано здесь на слайде. Например, различные способы кодирования у нас здесь представлены. Уменьшение геометрическими фигурами кодируем. И вообще, работа с рисунками, она приобщает учащихся к творческой деятельности, способствует развитию математической речи, формированию навыков считывания с наглядного образа или картинки математической информации. Этому служат задачи на нахождение закономерностей в числовых рядах, в подворье упражнений, в расположении фигур каких-то. Очень много заданий, почти на каждом уроке мы предлагаем поискового характера, типа сравни, верно ли что, что ты заметил, может ли, догадайся. Задачи на сообразительность образуют в учебнике сквозную линию. Они выделены специальным знаком, незакрашенный прямоугольник, число 9 в незакрашенном прямоугольнике. На каждом уроке в конце помещены странички. Задача посилена учащимся всего класса, независимо от уровня математической подготовки. Эта работа систематическая с задачами на уроках математики способствует более глубокому усвоению знаний, закреплению умений, пользоваться приемами, перебором, метод проб, ошибок, рассуждения по аналогии. Среди задач на сообразительность есть и комбинаторные задачи, и логические задачи, задач на нахождение числовых закономерностей. Вот, например, фестиваль идеи, у нас дерево возможностей, мы учим детей составлять это дерево и как все возможные варианты перебирать. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия. С этой целью выделены специальные темы, в которых показываются образцы планирования действий, алгоритмы устных и письменных вычислений, способы проверки решения задач. Например, у задачи темы два действия учащимся предлагается план рассуждения, с помощью которого они могут выполнить поиск решения задачи. Наряду с такими задачами еще достаточное количество проверки планирования действий. Есть задания внесения, например, необходимых коррективов в план действий, сравнения результатов вычислений, измерений, формирование умения планировать предполагает изначально умение действовать по образцу и по готовому шаблону. Вот, например, у нас задание на действие по инструкции, по решению. Умение, которое умение четко и последовательно излагает свои мысли называется алгоритмическим. И вот эта алгоритмическая линия пронизывает весь учебник. Мы употребляем термин алгоритм условно, потому что эти правила и предписания не обладают всеми свойствами алгоритмов, но у нас есть сама тема такая алгоритмы. Мы их описываем на конкретном примере, конечно же, не в общем виде. Это простейшие алгоритмы житейского плана, как сесть на автобус, как например, что-то отправить письмо, мы сейчас увидим этот слайд. Советовление алгоритмов, конечно, задача сложная для учеников, но осуществить ее подготовку необходимо. Это способствует, как я уже говорила, развитию алгоритмического мышления, и мы начинаем эту работу с первого класса. Вот тема маршрута, например, помогает нам в этом. Учащийся выделяет основные элементарные действия, да, вот это задание номер три, как отправить письмо, и нужно расставить события по порядку. Эта последовательность, она как раз алгоритм выражает, да, некий алгоритм действий. Задание алгоритмы здесь не только в словесной форме у нас представлены, но и, например, на алгоритмическом языке стрелок. Опять мы видим героев русских сказок, Емеля и Несмеяна должны уехали на печи и погоня за ними была выслана. Нужно узнать, где спрятались Емеля, а куда примчалась погоня. Запись алгоритма в виде схемы. Вот такие предписания у нас для вычисления значений выражений. Табличный способ записи. Наряду со словесными схематическими мы вводим табличный способ записи алгоритма. Ставь пропущенные числа задания на алгоритмы. Задание с фишками. Очень интересная игра. Здесь квадраты, я еще о них позже скажу, но квадраты обратите внимание красного и синего цветов. Красное означает движение желтой фишки вправо на шесть шагов. Шаги указаны точками, а синий квадрат указывает на движение влево, на два шага. И под цифрой два у нас уже вторая фишечка появляется, усложняется задание. Работа с числовыми выражениями предполагает формирование умений составлять, читать и записывать числовые выражения, выполнять вычисления по заданному образцу, то есть опять же по алгоритму. Определять порядок действий в выражениях, сравнивать числовые выражения, их значения, прогнозировать результат, например, не считая, не находя значения выражения, контролировать правильность своих действий. Также у нас систематическая работа проводится по использованию знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебных и практических задач. С этой целью предлагается задание на обозначение объектов различными символами, буквами, точками, геометрическими фигурами, и на основе которых строится отношение между объектами. Например, урок у нас «вне, между, внутри». Дети учатся моделировать с помощью точек реальные ситуации, показывать расположение объектов. также предложены разнообразные задания на анализ и построение схем, чертежей, рисунков к тексту задачи, упражнения с использованием числового отрезка, на составление задач по краткой записи, схеме, рисунку, чертежу. Обратите внимание на эту задачу, где нужно детям, она как раз у нас незакрашенный прямоугольник, такое творческое задание, где нужно смоделировать новый труд, построить геометрическую фигуру, тоже квадрат построить, но деревья трогать нельзя. В курсе математики предложена методика моделирования отношений строгого порядка с помощью стрелочных схем и двуцветных наборов грани кубика красного и синего цветов. Эти отношения, знаки, стрелки, они означают от нас отношения больше, меньше, вправо, влево и помогают детям считывать информацию с изображения, приучают их анализировать, сопоставлять увиденное, устанавливать свойства отношений и проводить несложные рассуждения. При изучении вычислительных приемов в учебнике подробно рассматриваются алгоритмы рассуждений, оформления, примеры оформления записей, при этом акцент у нас сделан на развитии самостоятельности учащихся. Основная задача линии моделирования и алгоритмов состоит в том, чтобы правильно проводить вычисления, сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми меня пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий. Использование различных способов поиска информации в справочных источниках с сетью интернет, сбор информации, обработка, анализ информации, организация передачи, интерпретации информации. И работая с учебной литературой, учащиеся самостоятельно отыскивают сетью интернет, конечно же, самостоятельно отыскивают информацию, необходимую им для каких-то несложных исследований. например, волшебные схемы. И значок работы с информацией у нас показан слева этого задания. Попробуй найти дополнительную информацию в схемах. Обладение логическими действиями сравнения, анализы, синтезы, обобщения. Учебником математики предусматривается систематическая работа по формированию логических умений. Она включается в специально разработанную систему уроков и упражнений на выделение признаков предметов, фигур, выражений, задач, на сравнение, на классификацию множеств. Например, у нас уроки есть имена и признаки предметов, какая бывает форма, как сравнивать предметы по величине, части множества. Обращаю ваше внимание, что некоторые темы уроков у нас в вопросительной форме формулируются. В учебниках также предложена целостная система работы на задачи, которая включает формирование представлений о задаче, о ее структуре, решение цепочек простых задач, сравнение условий, задание, например, на выявление в тексте элементов задачи, заполнить пропуски условия, вопрос. Основными направлениями также является и постановка вопроса к задаче, дополнение условия задачи различными данными или ключевыми фразами, установление зависимости ответа от изменения какого-либо числового данного, сравнение задач по фабуле, по способу решения, составление задачи по ее краткой записи, по рисунку, чертежу, условию, вопросу, числовым данным. Важно, конечно, развитие речевой культуры учащихся. Это важный компонент гуманитарной культуры и средства развития личности. Для этого предлагается достаточное количество заданий на ознакомление учащихся с этимологией терминов математических, объяснение роли знаков действий математических выражениях. Задание учебника дает возможность обучаться грамотному чтению математических текстов, а также умение выделять несмысловые части, правильно ставить логические ударения, грамотно употреблять при письме обводимые сокращения. Система заданий формирует умение переводить текст, выраженный словесной или графической форме, на язык символов и наоборот. Например, в первом классе у нас есть особая методика работы с сюжетными картинками и схемами еще до ознакомления с понятием задачи и ее структурой. С помощью картинок дети учатся вычленять задачную ситуацию и сюжет это составлять рассказы. Уникальность этой методики состоит в том, что еще не зная, что такое задача, ребенок ее моделирует, работает с краткой записью, учится в своем рассказе выделять главные слова, соотнося их с нужными числовыми данными, отсекая избыточную информацию. Среди упражнений на развитие речевых умений особую роль играет задание на объяснение алгоритма выполнения действий по рисунку, по схематическому рисунку, на сравнение условий и решения текстовых задач. Систематическая работа с такими заданиями положительно сказывается на развитие учащихся, на развитие их речевых умений, элементов алгоритмического мышления. Учащиеся участвуют в диалоге и в связи с прочитанным текстом или прослушанным им предлагаются вопросы типа почему, как, чтобы дети могли выразить собственное мнение. Принцип диалогической направленности в учебнике реализуется. Для этого предусмотрен целый арсенал средств, построенных на основе воссоздания возможной реакции читателя. Это и уместно поставленный вопрос, и своеобразное отправление к памяти, к знанию учащихся, к их наблюдательности, приглашение к диалогу, побуждение учащихся к мнению к чужому, высказанному может быть неверно. Такая методика дает возможность более полноценно вести работу по развитию речи. Широкое использование чертежей, рисунков, таблиц, схем для наглядной иллюстрации арифметических действий и краткой запись текстов задач помогает учащимся лучше устанавливать связи между данными и искомыми и вести рассуждения. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. Это в том числе работа с учебными моделями в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. С этой целью в учебнике содержится большое количество таблиц, схем, рисунков, диаграмм. При работе с готовым демонстрационным материалом дети учатся анализировать данные, осуществлять выбор, проводить несложные обоснования, выявлять закономерности, исследовать свойства объектов. К примеру, в учебнике первого класса мы предлагаем решить примеры сразу в несколько действий с помощью числового отрезка. А также в учебнике есть масса заданий на составление таблиц, схем, чертежей, что способствует лучшему усвоению материала. Изучение геометрического материала и величин также сопряжено с использованием разнообразных моделей фигур, чертежных измерительных инструментов. Это и линейка, и угольник, и весы, часы. Очень много заданий практического характера, когда дети измеряют знакомые им предметы, например, флешку, например, как вы видели, отвертку. И еще хочу вам по метапредметным результатам и личностным такое вот резюме можно подвести, что учебник направлен на развитие личностных и метапредметных результатов. И метапредметные результаты, они включают, как вы знаете, универсальные учебные действия, познавательные, эволютивные, коммуникативные. И это как раз и есть основа умения учиться. И вот эти темы, то есть много заданий мы с вами увидели, которые поспособствуют развитию этих умений. Некоторые темы курса хочу вам предложить, интересные, например, имена и признаки предметов. Это первый урок первого класса по теме. Маршруты, отдельный урок. Что такое множество, теоретика множественная линия, представлена широко в этом учебнике. Что такое масса, какие они лучи в математике. Практически то, что мы с вами видим в уроке, они все в виде вопроса, сформулированных темы. пиктограммы. Интересные уроки. Мы начинаем с этой темы знакомить с понятием диаграммы, диаграммы столбчатой. И потом переходим к диаграммам круговым. Представление информации, схемы, подсчеты. Продолжение темы пиктограммы. Вот они у нас появились, диаграммы. Аналогия интересная с коробкой с цветными мелками. Красивое задание, красиво сделано. Контуры. Контуры нам нужны для вычисления, для понятия потом периметра. Работа с информацией отдельный урок, когда мы учим строить детей диаграммы и понимать их. Вот они появились, круговые диаграммы, особый вид изображения данных. На них очень удобно показывать различные отношения, количество солнечных, пасмурных дней, статистику какую-то вести, кто любит смотреть фильмы, например, детективы, кто любит смотреть мультики, кто последний раз ходил в кино, по телевизору, фильм в интернете. Такие опросы мнения учеников мы как раз их располагаем на диаграммах либо столбчатых, либо круговых. Ну и вернусь, как раз я говорила, что пару слов скажу именно о построении учебника и о том, какие все-таки особенности нашего курса. Все содержание разбито на разделы. Сейчас вы видите шмуз титул одного из разделов. Здесь указан заголовок, название раздела, перечислены ключевые целевые установки, которые сформулированы как «узнаем» и «будем учиться». А также даны сюжетные иллюстрации, отражающие основные понятия и способы действия. Вот мы видим красивые звездчатые многогранники. Оформление шмуз титула имеет цель представить учащимся по названию раздела и предложенным ключевым понятиям определить последовательность изучения понятий, понимать, чему они в итоге научатся. Такое целеполагание сразу дается. Забегаем немножко вперед. Условные обозначения в учебнике мы уже некоторые из них видели, как, например, работа в паре, дополнительная информация, поиск информации, вывод правила, задания на самоконтроль. Отдельная рубрика «Упражнения для повторения самоконтроля» содержит помимо заданий на повторение и закрепление изученного материала дополнительные задания по теме раздела. При необходимости задания могут быть учителем сгруппированы по уровню сложности. Это может быть специальный урок или несколько уроков, когда мы повторяем материал предыдущих уроков. Эти задания охватывают все основное содержание от задачи самых простых до какого-то комбинированного более углубленного характера. Рубрика «Фестиваль идей». Мы ее уже встречали с вами. А что можно придумать еще? Например, здесь тема «Переставляшки». Что-то потруднее. И эта рубрика завершает изучение каждого раздела учебника и служит для формирования интереса к предмету расширения математического кругозора, развития творческих способностей. Эти фрагменты учебника содержат необязательный материал, но углубляющий и расширяющий содержание курса, полезный для дальнейшего изучения математики. Он может использоваться как для индивидуальной работы учащихся в классе, так и дома, на кружках может использоваться. Вместе систем нужно конечно рекомендуем проводить уроки со всем классом, чтобы все дети включались в эту атмосферу творчества и деятельности на уроке. Это должны быть уроки открытых мыслей, дискуссии, когда дети в этой атмосфере поиска какой-то открытия знания, поиска информации интересной, и чтобы они получали удовольствие этого процесса поиска информации. Здесь мы предлагаем такие темы из истории, например, математики, биографии ученых, дети узнают, если какие-то открытия, Эллеры мы сами видели. Мотивация у нас с вами первым идет шагом на этих уроках. Дальше мы предлагаем какие-то задания, у нас два задания здесь представлены, на поиск дополнительной информации. Сначала решаем какие-то занимательные, потом ищем информацию и подводим итоги. Самое главное, что эта рубрика призвана обеспечить развитие умений у учащихся рассуждать, объяснять, экспериментально проверять какие-то свои гипотезы, делать выводы. Рубрика «Подводим итоги» включает в себя одно, два, несколько заданий по материалу раздела. задания могут быть на проверку фактических знаний, на задания рассуждения, объяснения и исследовательское задание. Например, темы такие «Мой дом», «Моё увлечение», «Проблемные вопросы». Вот задания «Мои исследования». Такие задания урок включает с элементами практического эксперимента по теме раздела. Эти задания призваны обеспечить организацию индивидуальной работы, самостоятельной. Есть ряд заданий, которые приобщают к творческой деятельности. Мы уже с вами тоже видели сегодня. Это работа в группе, в парах, сотрудничество, такой диалог дети ведут здесь. Это задание и третье лишнее, и угадайка, и верно-неверно. Рубрика «Проект» размещается в конце каждой части учебника, то есть на два проекта на год. Эта рубрика направлена на организацию совместной проектной деятельности учащихся всего класса. Дети приобретают какие умения? Находить нужную информацию, пользоваться различными источниками. Это и книги, и беседа со взрослыми, и все эти интернет мы ищем, какие-то журналы познавательные, высказывают суждения, гипотезы, а также обрабатывают эту информацию, готовят презентацию проекта. Дети могут работать как индивидуально, так и в группах, но тогда нужно будет распределить обязанности между членами группы и совместно оценить результат работы каждой группы. Вот, например, проект «Говорящие числа». Это первый проект, первый класс, первая часть. Проект, эти уроки, они, конечно, тоже имеют свою структуру. Постановка цели, да, что мы будем делать, чему будет посвящена этот урок, какое-то задание должно быть на постановку цели, потом выбор средств достижения цели, что мы будем делать, план мы составляем, действия, как нам эту цель достичь. Поиск и обработка информации, еще один этап, и презентация проекта, и оценка полученных результатов и выводы. Проектные задания, тоже проектно-математическое развлечение, и к проекту дано задание, то есть как раз алгоритм действий, что будем выполнять. Сам урок содержит три этапа. Это мотивационный этап, операционно-деятельностный этап и рефлексивно-оценочный этап. Как раз это выстроено в единой схеме в соответствии с системно-деятельностным подходом. Каждый элемент мотивационного этапа это и название урока, и цель, что мы узнаем, и учебная проблема. Все это несет определенную нагрузку, и все элементы тесно связаны между собой. особенность этих заданий установочных в том, что они могут быть поняты всеми учениками, без исключения. Операционно-деятельностный этап как раз это задание именно на решение учебной проблемы, на самостоятельную формулировку детьми, указанных в ходе наблюдений способов действий, введения соответствующей терминологии. После задания видите есть определение в рамочке, это важно запомнить. И рефлексивно-оценочный этап урока выделен отдельной видите рубрикой, там содержится либо вопрос контрольный, либо задание на понимание новой темы, как вот в данном случае. отбор содержания вообще нашего учебника подчинен базовым принципам, это у нас и практикоориентированный подход в обучении, и формирование учебной деятельности, и универсальных способов действий, и формирование знаково-символического, алгоритмического, логического мышления, акцент на формирование информационной культуры учащихся, учебники реализуются технология практикоориентированного обучения на системе жизненных задач, активно используются межпредметные связи, работа с информацией, работа с таблицами, диаграммами, пиктограммами, тоже мы с вами это все видели, эти все задания, они направлены на формирование информационной культуры учащихся. В учебнике реализован подход к обучению, который знаково-символическую деятельность содержит, ее обучение это знаково-символическую деятельность, например, замещение, кодирование, декодирование, схематизация, моделирование. Также смотрите задания на развитие финансовой грамотности учащихся. Мы включаем инфографику, особый такой раздел, где мы интерпретируем данные таблицы, схемы, рисунка. Учащиеся формируется интерес к предмету, готовность продолжать математическое образование. В заданиях используются примеры, например, основанные на географических каких-то исследованиях, на особенностях животного, растительного мира. развитие речевых умений, мы уже об этом тоже говорили сегодня. Много заданий на, как мы уже с вами видели, межпредметные связи. И, как говорил, хочется мне закончить сегодня такой наш с вами обзор этого умка словами основоположника теории гуманитаризации школьного математического образования Георгия Владимирович Дорофеева, что учебник математики это не просто изложение теории и сборник задач с решениями, но разговор с учеником, взаимно уважительный и доверительный разговор старшего с младшим, где первый хочет научить, а второй и это самое главное хочет научиться. Надеюсь, что наши встречи с вами продолжатся, что мы какие-то другие аспекты нашего умка рассмотрим. На этом наш вебинар с вами закончен. Всего доброго, до свидания, успехов!